Привет, друзья! С вами Александр Кушнай на Ньюсейдер. У нас вечер 28 сентября и срочная новость от американской прессы. Новость, которую мы просто обязаны прямо сейчас вам изложить в общем, а подробности, конечно, будут завтра. Итак, американская пресса заявила, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1 миллиард и 100 миллионов долларов. Один из крупнейших за все время, если не считать предыдущего, который был в размере 3 миллиардов долларов. И таким образом, общая сумма военной помощи от Пентагона украинским вооруженным силам достигает уже практически 17 миллиардов долларов за полгода агрессивной войны России против Украины. Но самое главное, что войдет в этот пакет, на мой взгляд, один из самых важных пакетов помощи для украинских военных за все время. Итак, это дополнительные 18 пусковых установок Хаймарс. Далее, это 150 внедорожников типа Хамви. Далее, это еще около 150 различных других машин, таких как грузовики и тягачи для тех же гаубиц. Далее, это еще дополнительные радары. Ну и, наконец, специальные антидроновые системы, которые помогут украинским воинам бороться в первую очередь с иранскими дронами Камикадзе. Давайте посмотрим, почему же этот пакет так значим. А потому, что 18 дополнительных установок Хаймарс это то, что практически вдвое больше по сравнению с тем, что есть у украинцев прямо сейчас, если мы говорим именно об этом роде вооружений. Прямо сейчас у украинцев примерно 25 единиц специальной ракетной высокоточной артиллерии от западных стран, как Хаймарсов, так и других аналогичных систем от Великобритании и от Германии. И вот сейчас, когда у украинцев появляется еще 18 таких единиц, соответственно, более 40 систем ракетной артиллерии теперь будет на вооружении УВСУ. А учитывая, насколько серьезное влияние оказали Хаймарсы и аналогичные системы в руках украинцев на ход этой войны, мы можем себе представить, насколько серьезно возрастут возможности УВСУ с дополнительными 18 системами Хаймарса. Почему именно сейчас Соединенные Штаты передают 18 пусковых установок Хаймарс украинцам? Я думаю, это очевидно. Это связано напрямую с объявленной Путиным мобилизацией. Мобилизация — это огромное количество дополнительной человеческой массы на фронт. И неизвестно точно, сколько удастся российскому командованию реально аккумулировать вот этого самого человеческого материала. То ли 100 тысяч, то ли 300 тысяч, то ли миллион. Но в любом случае это все критически будет воздействовать на ситуацию на фронте. И понятно, что сейчас у Украины дела на фронте идут очень и очень хорошо, учитывая недавние успехи ВСУ в контрнаступательных операциях. Но тем не менее фронт по-прежнему растянут на примерно 1300 километров. И 25 систем Хаймарса и аналогичных им вполне возможно будет недостаточно для того, чтобы сдержать вот ту человеческую массу мобилизованных, которую сейчас Путин хочет погнать на этот фронт. Таким образом, вот эти 18 систем Хаймарс призваны как минимум уравновесить вот этот фактор мобилизантов, который сейчас внедряет в эту ситуацию путинский режим. И понятно, что все эти более чем 40 артиллерийских ракетных систем продолжат превращать в биоматериал тех агрессоров, которые сейчас расположатся в тех или иных военных пока что городах и селах. Они будут работать вот по тем российским оккупантам, которые сотнями тысяч, а может быть и миллионами сейчас пойдут на украинскую землю. Незащищенные, неподготовленные, плохо экипированные, не имеющие никаких средств для противодействия подобным ракетным системам. И мы видели, как эти ракетные системы могут выжечь сотнями российских оккупантов, которые располагаются в том или ином здании. Им достаточно просто оказаться там, харчеваться там, спать там. И вот в этот момент туда прилетает несколько ракет Хаймарса. Ну и понятное дело, что сейчас вот таких вот гостиниц, таких вот многоэтажных домов, таких вот складов, где могут оказаться вновь прибывшие на фронт мобилизанты, их будет все больше и больше и больше. А потому и Хаймарсов потребуется все больше и больше и больше. Короче говоря, это чистая математика. Но, естественно, это также важно и с точки зрения того, что украинцы продолжают проводить масштабное контрнаступление по освобождению своих территорий. И ясно, что если 25 Хаймарсов помогли ВСУ не просто переломить ход этой войны, а практически осуществлять стремительные блицкриги, так как мы увидели на том же Харьковском направлении, то что же могут сделать более 40 вот таких вот систем, как Хаймарс и аналогичных. Понятно, что прямо сейчас у России еще нет мобилизантов на поле бой, а вот более чем 40 таких вот ракетных систем у украинцев уже будет. И понятное дело, что вот с такой мощью украинцы прямо сейчас еще быстрее смогут перемалывать врага и еще быстрее продвигаться по фронту. А мы знаем, что прямо сейчас у ВСУ очень хорошие успехи, в частности, под Купинском и на Лиманском направлении. Ясно, что не ровен час, как враг побежит из Лимана, где, между прочим, противник уже практически окружен. Не ровен час и будет освобождена уже полностью вся Харьковская область. Наровен час, как ВСУ выйдут к границам Луганщины и двинутся дальше. И ВСУ надо спешить, потому что сейчас есть некое, если хотите, окно, когда у Украины есть драйв и инициатива, а россияне просто-напросто разгромлены, подавлены и в абсолютной депрессии и растерянности. А мобилизантов пока что еще нету на фронте, и вот сейчас надо спешить. Ну что ж, Соединенные Штаты в этом смысле услышали призыв украинских властей, которые попросили прямо сейчас в качестве ответа на российскую мобилизацию дать больше Хаймарсов и, естественно, дать больше ракетных снарядов к Хаймарсам, что опять же входит вот в этот транш военной помощи от Пентагона. Но не менее важно и то, что американцы сейчас передают украинцам вот те самые 150 внедорожников. Мне напомню, что вот эти мобильные внедорожники типа Хамви как раз и стали одной из основ контрнаступательной операции в Харьковской области. Быстрый, стремительный и на самом деле достаточно смертоносный. Они прорывались прямо в стан врага и наводили буквально ужас на него. Противник не ожидал такой молниеносной скорости внедрения в его ряды. Он паниковал, рассыпался и просто бежал. Тогда у украинцев на Харьковском направлении было меньше внедорожников. Теперь плюс 150. Представьте, что теперь смогут сделать украинцы. В ближайшее время будет очень интересно на фронте. Ну и наконец, конечно, очень важны вот эти самые радиолокационные системы и системы борьбы с дронами. Потому что, хотя иранские дроны, камиказы типа Шахет-136 не являются такой уж серьезной силой, тем не менее они добавили проблем вооруженным силам Украины. На том же южном направлении, по данным спикера командования УВС Украины, за все время, что россияне используют дроны камиказы, таковых вот Шахетов-136, россияне направили вот именно на юге. Чуть больше 30. 22 из них были сбиты. 10 ударили, но только некоторые из них достигли цели. Впрочем, плохо и то было бы, если бы хотя бы один дрон попал в цель. Мы видим, что россияне терроризируют и Одессу, и Днепропетровщину. И хотя украинцы в последнее время приноровились действительно сбивать эти дроны, они уже преодолели первоначальную растерянность перед этими довольно примитивными системами, которые, кстати, как стало известно, сделаны, в общем-то, из обычных гражданских вот тех самых процессоров, микросхем и элементов, которые можно купить на обычном рынке. В том числе, там есть и элементы от американской компании Техас Инструмент. Вот мы понимаем, что вот тем не менее, несмотря на то, что эти дроны примитивны, конечно, они доставляют проблем просто уже потому, что там боевая часть 50 килограмм. Ну и вот теперь, когда на вооружении УВСУ окажутся вот эти вот специальные системы для борьбы с дронами от Соединенных Штатов, дело пойдет еще резвее. И таким образом, надежда российского режима на возможность переломить ход этой битвы с помощью иранских дронов проваливается у нас на глазах. Ну а остальные подробности того, что входит в этот пакет и как этот пакет помощи от США может помочь вооруженным силам Украины как можно быстрее свободить в своей территории, мы расскажем чуть дальше. А сейчас просто напомним, что происходит вот эта передача, так сказать, контрнаступательных орудий, а я бы так назвал этот пакет, пакет молодого штурмовика, на фоне готовности путинского режима объявить российскими четыре области Украины. Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. И вот это своего рода ответ Соединенных Штатов Кремлю. США, по сути, говорят, мы тебя, Кремль, не боимся. Мы не боимся твоих ядерных угроз в адрес Украины, которая будет освобождать вот эти территории, которые ты, Кремль, объявил своими, для того, чтобы затем иметь возможность распространить свою ядерную доктрину на эти четыре области. Не пройдет такая игра. Твоя игра закончена, Владимир Путин. Спасибо, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь и поддерживайте украинскую армию. При желании наш канал через те ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорого.